Продолжение следует... 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 Сейчас я скажу господину Залозному, как выбирали крисы, а не люди, не трудовый конъектив, что сейчас выбирают люди, лидера будут выбирать головой, поменяют его. И вы его увидите после этой конференции. Иван Иванович Павлович не знает даже свою голову на Павдельной Залезнице, что залозных их головах. Ну вот, как в Кабнину комитет сказал главу Кишеньковой профспілки, так я ее люблю называть, что я общался с коллективами, я спросил людей по всей стране, вы в профсоюзе не знаем, а взносы платите? Платим. А куди вы платите? Та не знаем куди. И он ему сказал, что у вас нет 200 тысяч людей, и не заявляйте, и не декларируйте эти 200 тысяч. Их у вас нет, ноль. Значит, отказываться не буду, и если выберут, будем работать дальше. Кашу расклёбывать, хорошо? И все откажетесь по кришке для вас. Ну, после этого я вам запропоную профком, який я побачу на баррикадах, цей профком, який действительно будет профкомом работать. На голосование ставлю. Пойдя же, нашим аксакалам дадим слово, Сергей Иванович, дослухайте. Так, мужики, все мы понимаем и знаем, как Сережа устал. Тут вопросов нет. Но в этой ситуации, Сережа, как хочешь, ты уйти не можешь. И не додуман тебе уйти. Моё предложение, если мы совсем станем тяжело, совсем, через полгода, через три месяца, через год, что мешает провести мне очередную конференцию и переизбрать? А может через два года провести? Может через два. Ребята, это всё впереди. Поэтому начнём планировать пятилетку зону. Так, давайте, мы будем растягивать особо. Других у нас кандидатур не поступило. Поэтому на демократичной основе... А ты спрашиваешь, поступило чем? Я сказал, предлагайте. Не предлагал. А ничем кандидатуре ж не было ни. Такие, чем-то и что. Бачим её. Такие, шановные мои, друзья, брати. Кто за то, чтобы выбери головы и наш проспілковый комитет, весь профсоюз, отчого Сергея Владимирович Маласкалиц, прошу вас уважать. Кто за? Держите пока, держите. Единоглас. Кто против? Проти, утримались. Дякую. Так, сейчас.